Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и ее ведущий, Отец Назари. Сердечно поздравляю всех вас с наступившим праздником Рождества Христова. Дай Бог, чтобы Господь всем нам, всем вам, дорогие друзья, в эти праздничные дни даровал мир, покой, даровал здоровье, как душевное, так и телесное, и благословил все ваши добрые начинания, дорогие друзья, в новом 2024 году. И в сегодняшний праздничный день хотелось бы поговорить о том, кто на самом деле родился в этот мир. Мы порой слышим о том, что люди не понимают, кто на самом деле такой Иисус Христос. Одни говорят, что Христос — это пророк, другие начинают говорить о том, что это философ, который опередил свое время, который основал свою религию. Третьи вообще говорят, что да нет, до Христа не было, это все выдумка апостола Павла. И вот в этот праздник Рождества Христова хотелось бы разобраться, а кто же на самом деле родился в этот мир и принес божественный свет. Об этом мы поговорим с нашим сегодняшним гостем, дорогим отцом Максимом Портновым. Отец Максим, здравствуйте. Здравствуйте, отец Назарий, здравствуйте, дорогие зрители, и также присоединяюсь ко всем поздравлениям, поздравляю всех со Рождеством Христовым. Отец Максим, поздравляю вас с праздником, с Рождеством Христовым. Слава Богу, Господь дал нам возможность встретить этот праздник, помолиться Богу на ночной божественной литургии. И вот на самом деле вопрос очень серьезный, и из-за этого вопроса порой даже разгорались такие серьезные споры, которые вызывали даже расколы внутри самой церкви, среди верующих. И порой возникали действительно очень серьезные столкновения и проблемы. И вот хотелось бы понять, кто же на самом деле такой родшийся сегодня на свет Иисус Христос? Да, дорогой отче, это действительно вопрос, который будоражит ума, сердца людей без малого две тысячи лет. Как это было непонятно непосредственно в сам момент рождения Господа Иисуса Христа, так и спустя многие столетия, да и в принципе в сегодняшнем мире эти вопросы продолжают возникать, особенно у тех людей, которые, может быть, где-то в детстве не были знакомы с православным вероучением, не были введены в церковь, а уже в сознательном возрасте стали с этим соприкасаться, так или иначе, и, соответственно, у них стал возникать вопрос, то есть кто же все-таки родился. И вы правильно очень отметили, что были размышления о том, что он просто один из пророков, в частности, у нас мусульмане именно так и считают. Другие же говорили о том, что это некий мудрец, учитель, он и сам себя в Евангелии так называет, и он принес некое новое учение, основал новую религию, и вот теперь надо его слушать. Но православные христиане, почему-то какие-то такие странные люди, что на протяжении почти двух тысяч лет они продолжают твердить и стоять на одном незыблемом догмате о том, что не просто учитель пришел в этот мир, не просто некий философ, который размышлял над темами глобального формата или более узкого человеческого какого-то общества, а пришел в мир сам Бог. И как он мог вообще прийти, как он мог соединиться с человеческой природой? Вот попробуем сейчас об этом поговорить. У нас передача называется «Просто о вере». Попробуем просто об этом поговорить, хотя вещи такие весьма сложные. Почему не пришел просто пророк? Почему было этого как бы недостаточно? И тут нужно посмотреть, в принципе, немножко на историю, например, того же Ветхого Завета, где механизм общения Богом со своим народом был очень хорошо выстроен. То есть через пророков Бог доносил до того народа, которого он избрал, значит, иудейского, те или иные моменты, которые ему было важно, чтобы они приняли у себя на месте. Порой Бог давал пророкам огромную власть. Вспомним пророка Илью, который и мертвых воскрешал, и небо затворил на несколько лет, значит, и дожди не сходили. Значит, были малые пророки, которые только законодательные какие-то вещи возвещали. Но все равно, в целом, этот механизм был отработан. И поэтому, если бы Бог захотел что-то принести в этом плане новое, то не возникло бы никаких проблем. То есть действительно, Он бы послал одного нового какого-то человека, наделил его некими дарованиями, значит, и этот человек бы дальше руководствовал, значит, свою пасту. Но здесь вот тайна. Тайна того, что не просто Бог явился в этот мир. Знаете, вот как вот некое явление на небе, космического там характера какого-то, да. Или в неком иллюзорном таком виде. Он вот явился, как законодавец, значит, дал какой-то закон и ушел. И на этом все. Ведь о чем говорит христианство? И вот здесь вот я попрошу внимания. Это очень сложный такой момент. На чем делает акцент православие? Что Бог не просто приходит в этот мир, Он соединяется с человеком. И именно в человеческом уже обличии Он появляется. Причем появляется, заметьте, как. Как-то сложно даже это немножко представлено. Он не сразу появляется, как об этом мы могли читать в мифах Древней Греции, например. Какой-нибудь Бог, значит, опять же таки, иллюзорно воплощается в основном в некого человека. Причем чаще всего для какого-то там греха. Изменить своей там жене какой-нибудь. Значит, нет, здесь мы этого не видим. Бог проходит все этапы человеческой жизни, которые присущи всем нам. Начиная от зачатия, у нас это праздник Благовещения называется, значит, непосредственно рождением, которое мы сегодня с вами совершаем. И дальше уже идет его человеческая жизнь. И вот всегда возникал вопрос, как произошло это соединение? Какую человеческую природу принял? А самое главное, зачем? То есть почему Богу пришлось прийти в этот мир? Что такого произошло в человеческом организме, что понадобилось пришествие непосредственно самого Творца? И вот тут можно попробовать какие-то аналогии поискать. Но опять, они скорее будут грубоватыми, но без них тоже, наверное, не получится донести какие-то вещи. Для православных христиан это все логично. Это все уже с кровью и молоком матери, может быть, передавалось. А вот для людей, которые, может быть, только-только начинают этот путь вхождения в церковные вот эти вот понятия, попробуй привести вот такие вот аналогии. Их может быть несколько. Значит, ну вот одну из таких аналогий предлагает церковь в виде того, что Бог же Творец, Он создал этот мир, и Он создал его хорошо. Открываем Священное Писание, первые буквально главы, и читаем, что Бог после каждого дня говорит «хорошо», то есть то, что Он создал. И человек был создан хорошим, замечательным. Но из-за грехопадения человечество получило повреждение. И вот это повреждение оказало настолько сильное влияние на все естество человека, что только неких внешних нравственных ограничений оказалось недостаточно, чтобы изменить саму природу человека. И человечество, наоборот, с каждым, наверное, столетием все хуже и хуже и хуже становилось. И вот такую одну аналогию можно привести, что есть вот конструктор, который создает некий механизм. И вот этот механизм где-то там находится, претерпевает внешние какие-то давления, где-то что-то ломается. И вот чтобы его починить, конструктор выезжает как бы на место, значит, и по месту уже начинает исправлять, добавлять что-то, менять и так далее. Это вот такая одна аналогия есть. Есть аналогия того, что, вот, например, там человек порезал палец, ему достаточно просто там перебинтовать. Если человек серьезно заболел, то там уже собирается консилиум врачей, и они обсуждают то лечение, которое необходимо этому человеку, чтобы помочь ему исцелить его болезни. И вот представьте, насколько человечество заболело, что понадобилось пришествие в мир самого Бога. Причем опять он пришел не в виде какого-то ученого, который мог бы создать там некую вакцину, которая бы исцелила все человечество от греха. Бог не приходит в виде императора, который бы завоевал бы весь мир, положил бы какие-то хорошие такие законы, и все, и были бы мы тут в раю, кто-то называет это демократическим обществом, кто-то там социально направленным и так далее. То есть некий рай на земле построили бы, и все. Нет, Христос этого не делает. Христос рождается, вот у нас обычно говорят в пещере, но это не совсем так. Это сарай, в котором находились животные. Вот мы с тобой очень сельские, значит, священники. Большинство наших зрителей, наверное, городские все-таки. Вот съездите как-нибудь в деревню, попроситесь, может, там к соседям, к родственникам, у кого животина есть какая-нибудь небольшая хотя бы. И вот зайдите в этот сарай, постойте там немножечко. В некоторых храмах есть интересная традиция, они небольшие такие мини-сарайчики ставят на территории храма, значит, там или овцы пасутся, значит, там или еще кто-то. Его тоже вот постойте, повдыхайте все эти ароматы, насколько там тепло или холодно. То есть это же ужасное условие. И вот тут вот это вот самая главная тайна, тайна Бога воплощения, которая до сих пор не оставляет человечество. Многие философы соглашались с тем, что да, Христос велик, да, то, о чем Он рассказывал, это замечательно и прекрасно. Но вот когда они доходили до момента, значит, именно вот Бога воплощения, они здесь скорее замолкали и говорили, мы не понимаем. Мы не понимаем, почему Бог так делает. Вот это все раскрывается только внутри христианства. Глубокие внутренние христианские параллели позволяют вот на эти вопросы ответить, что именно Бог родился. И у нас есть доказательства, значит, этого, потому что нам периодически тоже начинают говорить, а кто вам сказал, что Бог родился-то, да? То есть как это вот доказать? У нас для этого есть Священное Писание. Главный внутренний документ Православной Церкви, значит, это Священное Писание. И вот прежде чем начать, прям кратенько одну интересную историю расскажу. Один священник ее рассказывал. Он ехал в трамвае, и к нему подошли двое представителей одной у нас теперь запрещенной организации, свидетелей Иегова. Значит, они не верят, что Христос — это Бог как раз-таки, не считают его воплощением Архистатига Михаила. Значит, и вот они, я думаю, даже зрители сталкивались с ними периодически на улице или еще где-то подходят и, простите, употреблю такое слово, докапываются до людей. И вот, в частности, они вот решили предстать к этому священнику, значит, и сразу так сходуем в вопрос, а вы знаете, какое имя у Бога? А вот у них главный такой вот мессендж, как мы сегодня называем, то, что вот именно Иегова, Яхва — это и есть вот имя Божие. Вот они на этом делают такой вот акцент. Значит, этот священник говорит, «Да, конечно, знаю Иисус Христос». Они такие с ухмылками, «Сейчас мы тебе, значит, покажем». Она говорит, «А где вы это прочитали? В Библии, наверное?» Священник говорит, «Да, в Библии». Они так немножко опешили. Они-то ее там хорошо штудируют, знают, значит. «А где, — говорит, — в Библии?» Значит, послание Крилина, 9 глава, 5 стих. Они такие, как так? Достают книжку, значит, открывают, находят. Зачитают, чтобы не ошибиться. И читают, значит. «Христос, сущий над всеми Бог, благословленный вовеки. Аминь». Они такие книжку закрывают. «Ой, а мы досюда не дочитали». И убегают. Вот. То есть, да, Священное Писание имеет ряд текстов, которые подтверждают о том, что Христос — это Бог. Значит, и вот я, позволите, зачитаю их. Ну, наверное, один из самых известных, тем более он читается в пасхальные воскресные дни, и в пасхальные дни. Это когда апостол Фома, значит, которого иногда называют неверующим, значит, напомню, он не присутствовал первый раз, когда Христос явился ученикам. И когда ученики рассказали апостолу будущему Фоме, что мы видели Христа воскресшего, он сказал, «Я не верю, пока я сам не увижу, пока я не вложу руку мою в его язвы, значит, я не поверю, что Христос воскрес». И вот через неделю Христос опять является перед учениками, там уже апостол Фома находится, вот он уже к нему обращается, значит, «Ты был неверующим, подойди, вложи, значит, руку в мои язвы, и не будь неверен, но верен». И вот апостол Фома воскликцает, «Господь мой и Бог мой!» То есть он прямо говорит о Христе, как о Боге, напрямую. Потом у нас, в принципе, Священное Писание от Иоанна, Евангелия, вот первые самые строки, если читать, то там тоже прямо говорится об этом. Опять же таки, зачитаю. «Вначале было Слово», в греческой традиции это «логос» названо, «и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть. был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через Него начал бысть, и мир Его не познал». Вот где акцент делается, что Христос пришел в мир, вот дальше говорится, «пришел к Своим, и Свои Его не приняли». То есть вот тут прямая такая цепочка размышлений апостола-евангелиста Иоанна Богослова, в которой невозможно ее по-другому как-то интерпретировать, что здесь говорится о чем-то другом. Здесь прямо называется, что «логос» — слово — это Бог, и вот это слово стало плотью. И через это, значит, пришел в этот мир свет, но люди Его не познали. И вот дальше Иоанн Богослов говорит, «И слово стало плотью, и обитало с нами, полная благодать и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». То есть Он уже дальше описывает непосредственно свое свидетельство, что Он видел это слово, которое стало плотью, и вот Он свидетельствует Своим Писанием непосредственно об этом. Было еще указание, ну я, наверное, одно вот зачитаю, в «Деяниях апостольских» значит, есть такое, апостол Павел обращается к пресвитерам города Эфеса, и вот Он говорит, «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью своею». То есть прямо указано о том, что это Бог, который своею кровью создал церковь. То есть опять каких-то других интерпретаций в этом плане не может быть. Отец Максим, спасибо большое за действительно пространное разъяснение о Божестве Иисусе Христа, Его Божественной природе, что это не просто человек, это и человек, и в то же время полноценный Бог. Но здесь еще порой у людей возникает вопрос, который, я думаю, в том числе касается вообще догмата Святой Троицы, вот эта тайна Святой Троицы, Отец, Сын и Святый Дух. И когда начинаешь говорить о том, что Христос — это Бог, люди начинают тебя поправить, говорят, нет, ты неправильно говоришь, Христос — это Сын Божий. И как, если можно, максимально просто, это тема очень сложная, очень глубокая, и действительно во всей полноте проникнуть в эту тайну, ну, человеческим умом невозможно. Но как это все-таки по-простому нам, нашим ограниченным умом, понять, что если Христос — это второе лицо Святой Троицы, да, Сын, и при этом это все же тот же самый Господь Бог. Как вот понять, как не разрывать эти понятия? Да, вот я когда начал говорить о том, что христианство сложные вещи говорит. И вот эта вот загадка Бога воплощения, она связана еще и вот с чем. Если Древний мир, в принципе, знал о том, что вот Боги некие, они могут, значит, периодически становиться людьми, или есть полубоги, то вот то, о чем говорит христианство, опять, несовершенно верно, оно не уходит в эту область. И христианство к какому-то странному внешний взгляд, значит, для людей продолжает стоять вот на каком-то своем вот этом вот постулате, что нет, это не просто полубог или там бога-человек какой-то, значит, там наполовинку, значит, такой, наполовинку такой. Это что-то более таинственное. И вы правы, отче, до конца понять вот эту тайну Святой Троицы в целом невозможно. И говорить о каких-то вот проявлениях отдельных лиц Святой Троицы очень сложно. Ну, попробуем, значит, какие-то аналогии, значит, привести. И вот здесь Церковь постановила такую очень важную мысль, что Иисус Христос — это абсолютный Бог и абсолютный человек. И вот эта вот абсолютность выражена тем, что Бог неизменяем. Он не может претерпеть никакие внешние или внутренние перетрубации, переделывания, изменения. А вот человеческое естество может, и мы как раз вот в Рождестве Христовом это видим, то есть от зачатия до рождения, дальше рождения, у всех у нас есть дети, мы видим, как этот процесс происходит. Значит, вот человеческое естество в Боге, оно, да, оно меняется. Но происходит такое удивительное понятие, что Бог хоть и соединяется с человеком, но не поглощает его полностью. И человечество не поглощает Бога, и Бог не поглощает человека. И вот это вот интересное такое единение выросло в догмат церкви, который я опять же-таки зачитаю, чтобы быть более точным. Хоть там и сложно сказано, но зато мы приблизимся к тому, о чем говорили святые отцы в IV веке, значит, и что должны, по идее, знать православные христиане, и что нам нужно отвечать на вопросы, которые к нам иногда приходят, вот связаны вот с этими сложными вещами. Итак, догмат звучит следующим образом, что Господь наш Иисус Христос есть один и тот же Сын, один и тот же совершенный по Божеству и совершенный по человечеству истинный Бог и истинный человек, один и тот же, состоящий из словесной, можно сказать, разумной души и тела, единосущный Отцу по Божеству и тот же единосущный нам по человечеству, подобный нам во всем, кроме греха, рожденный от Отца прежде веков по Божеству, но Он же рожденный в последние дни ради нас нашего спасения от Марии и Девы и Богородицы по человечеству. Вот немножко так, может быть, где-то сложно, но зато вот очень четко прослежена вот эта вот главная мысль, что человеческое естество не изменилось и Бог не изменился. Но дальше богословски возникли вопросы, как же все-таки вот это вот соединение-то произошло. И вот дальше была выработана такая интересная, значит, формула «не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно». Чтобы было понятно, я по каждому пункту вот объясню. «Не слитно», то есть природа Бога и природа человека не смешиваются во Христе, создавая полу Бога или получеловека. То есть не происходит, это не слитно. «Неизменно, божество и человека, природа не изменились после соединения во Христе и продолжают обладать полнотой своей качества, то есть и человеческое, и божественное. Не раздельно, потому что Христос — единое лицо, а не два каких-то новых. И вот неразлучно естество Бога и человека во Христе после воплощения никогда не разлучались и не будут разлучены вовеки». Вот такие вот сложные вещи, но, надеюсь, будет более-менее понятно. Максим, спасибо большое за разъяснение. Тема действительно глубокая, многогранная. Я надеюсь, что обязательно у нас будет возможность более подробно пообщаться на тему природы Христа, на тему того, как это действительно произошло. И вот когда вы говорили о том, что это действительно тайна, как Бог стал человеком, причем эта тайна даже не только для людей, но даже для ангелов. Мы в молитвах читаем, что ангелы ужасались, когда видели вот то чудо, ту тайну, которая происходила при благовещении, как это бесконечный Бог становится человеком, как Бог, который одновременно, всюду и везде принимает на себя вот нашу ограниченную природу. Это действительно, если вот просто задуматься над этим, попытаться вникнуть, это такая глубина, такая тайна непостижимая, которая в то же время показывает нам непостижимую глубину любви Бога к нам, что бесконечный Бог принял вот свою ограниченную, принял нашу ограниченную природу на себя, тем самым проявляя любовь к человечеству, желая исцелить вот те раны духовные, которые, к сожалению, непрестанно человек носит внутри себя раны греха, раны грехопадения. И дай Бог, чтобы в этот праздник Рождества Христова мы все исцелились от этих ран, получили от Бога помощь и все вместе стремились ко Христу. Аминь. Спасибо большое, отец Максим, за добрую беседу. Напоминаю, дорогие друзья, что свои вопросы вы можете оставлять в нашей группе ВКонтакте телеканала «Самара ГИС», раздел передачи «Просто вере». С вами мы прощаемся. Ангелы всем хранителя, с Богом! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!